В Альцинске останавливали грузовики, которые выехали в дальние поездки. Большая часть водителей – иностранные граждане. Большинство из них занимаются перевозками различных товаров в страну, но есть и те, кто следует далее. Стражи порядка раздавали листовки, где указаны опасные участки на дороге, призывали быть осторожными. Даже полицейские выслушали предложение замечания водителей, поскольку многие дальнобойщики прекрасно осведомлены о состоянии трассы и имеющихся недостатках. Когда латают, это неизвестно. Понимаете, всем машинам приходится маневрировать, выходить на встречную сторону движения. Ну, соответственно, и когда ночью едешь, уже встречная машина ослепляет, и уже из-за этого ДТП много. Часто здесь в России? Много, много, да. Часто они не попадали? Нет, еще не попадали. Я стараюсь медленно лучше ехать. Ну, танцы организовали, как платно? Потому что начали осуществлять, показывать? Нет, это молодцы они. Почаще бы так делали, почаще бы профилактика была, чтобы люди уже, ну как, предупрежденные были, и хотя бы плакаты бы сделали вдоль дороги, что, ну, аварийный участок дороги. Даже нормально, только вот иногда мало дарчатки, но это опасно. Ну, бдительно, а вот так все нормально. Сегодняшнее мероприятие в целом связано с тем, что по итогам шести месяцев текущего года в целом у нас по области рост ДТП погибшими и ранеными. В целях нетопущения и профилактики ДТП с тяжкими последствиями провели определенные работы, анализ. Но, однако, на сегодняшний день у нас картина выглядит такой, что в целом у нас не переключается дорожное распространение и с участием дорожного движения водителей иностранных граждан. То есть, если сказать конкретно на автодороге Самара-Шимкен, за истекший период текущего года произошло 39 дорожных распространений, из них 11 погибло и 66 получили ранения. Отметим, по данной трассе каждый час десятки грузовиков отправляются в Россию. Зачастую дальнобойщики не отдыхают, пытаясь тем самым сэкономить время. Все это приводит к трагическому исходу. Виды ДТП получаются у нас опрокидывание и выезд на полосу встречного движения. Причиной ДТП является основным это сон за рулем. То есть, участники дорожного движения, водители не отдыхают. В связи с этим мы специально в рамках ОПМ, то есть, хотелось бы сказать, что с 3 по 5 июля в целях профилактики проводятся на территории Октябрьской области оперативно-профилактические мероприятия «Безопасная дорога». В рамках «Безопасная дорога» мы проводим акцию приемной на дороге. На трассе международного значения Самара-Шимкент имеется около 10 аварийных участков дороги. На них водителям необходимо снижать скорость и тем самым спасти свою жизнь. Об этом строго предупреждают сражи порядка. Акция приемной на дороге проходит в течение трех дней на 766-м километре автодороги Самара-Шимкент в направлении Храмтау. Причем наряду с прочим пассажирам будут розваны блюда и напитки. Владимир Федотов, Гульнара Жолжанова, Галамжан Уарынов, телеканал АКТУБ.